Новые возможности для бизнеса – это не просто шанс открыть свое дело, но еще и преференции для развития. А значит, расширение и создание новых рабочих мест. Особенно актуальна эта тема для городов областных и районных. Новое производство или объекты сферы услуг – это реальные перспективы заработать для себя и бюджета города. Ведь именно на малый бизнес и у чиновников, и у бизнесменов – особые надежды. Понятно, что четверть ВВП страны формирует реальный сектор, наши промышленные гиганты. В этом году на полную заработают и новое производство. Главное для всех – стабильность законодательная. Ее гарантируют, как и моратории на налоги. Об этом говорили сегодня на заседании Республиканского клуба директоров с участием представителей госорганов, бизнесменов и руководителей предприятий. Какие еще заявления прозвучали сегодня, подробнее Светлана Лукьянюк. Это заседание – возможность у руководителей предприятия задать свой вопрос чиновникам с глазу на глаз. Для бизнес-планов хотелось бы гарантии по стабильности финансового рынка. Это и понятно. У многих надежды для развития на кредиты. А проценты хоть и снизились существенно за прошлый год, но пока позволить займы могут не все. Нацбанк в этих вопросах осторожен. Обещает уменьшение ставок и не больше, чем на процент. Куда более оптимистичный взгляд на ставку рефинансирования. В прошлом году, напомню, она снижалась в 8 раз – с 17 до 11 процентов. Возможности для дальнейшего снижения ставок. Прежде всего, ставки рефинансирования и ставки на кредитном депозитном рынке не остаются и в текущем году. Но темпы, скорее всего, уже будут значительно ниже. Просчитывалось, что ставка рефинансирования может быть снижена до 9,5-10,5 процентов годовых. В зависимости от того, как будет складываться макроэкономическая ситуация в стране. В приоритете сегодня либеральный пакет документов и проверки контролеров по-новому. Значит, ликвидация плановых, а внеплановые, либо выборочные, только по предписанию. Если есть точная информация, что не все в порядке с бухгалтерией. Сейчас определяются эти самые критерии риска. Не только в данном случае мы должны предполагать, но у нас должны быть собраны доказательства. Документальные доказательства, свидетельские показания. И только лишь тогда мы имеем право выйти на проверку. Налоговая проанонсировала и традиционную индексацию налоговых ставок. Уже готов проект указа. Например, это касается земельного налога. Сохраняются и льготы для тех, кто занимается ремонтом и техобслуживанием авто небелорусских перевозчиков. Переработают комплексно в этом году и налоговый кодекс. Срок до сентября. Главные принципы – этот документ после не будут менять три года. Нормы понятные без разночтений и как стимул для роста экономики. Создается рабочая группа. Высказать свое мнение готов и бизнес. Мы считаем, что микробизнес и малый бизнес надо и в дальнейшем стимулировать к упрощенному налоговому администрированию. То есть микробизнес, он не в состоянии нанимать юриста и не все в состоянии оценить всю палитру законодательных актов. Для них надо делать более простое администрирование. Одним словом, один раз в месяц заплатил по указанным видам деятельность и больше мы его не проверяем и не трогаем. Самым важным для нашей страны и для микробизнеса, для начинающего бизнеса является самозанятость и решение проблемы занятости. На это направлены и либеральные указы и главный седьмой декрет по развитию предпринимательства. Его долю ВВП стремимся довести до 40%, а значит именно здесь будут создаваться так нужные сегодня новые рабочие места. Принцип открытия своего дела заявительных, минимум документов и сокращение налогов. Даже без регистрации ИП, например, заедино для тех же пекарей, парикмахеров, либо сборщиков мебели. В деревнях и вовсе предлагают предпринимателям сегодня работать за базовую в месяц. А в малых городах юрлицам платить только налог на прибыль 6%. Таким образом, открыв, например, кафе, мастерскую, либо магазин, можно заработать самому и дать работу, например, своему соседу. Для периферии это выход. Не нужно ехать за рублем в областные центры, либо столицу. И здесь важное звено – местная вертикаль. Насколько четко она будет исполнять принятые документы. Поддерживать начинающих бизнесменов, направлять на переобучение тех, кто ищет себя в новой сфере деятельности. Ведь точечно проблемы своего района знают именно на местах. Светлана Лукьянюк, Денис Гатило, агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова